Украина после годового перерыва возобновит участие в военной программе НАТО «Процесс планирования и оценки сил», сообщили в миссии Украины при Североатлантическом альянсе. Верховная Рада 23 декабря прошлого года внесла изменения в два закона страны, отказавшись от внеблакового статуса государства. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Однако власти страны неоднократно заявляли о намерениях привести армию к стандартам НАТО, и прописали это в обновленной военной доктрине страны. «Украина полностью поддерживает предложенный проект министерских указаний и восстанавливает свое участие в ППО, которое было прекращено в прошлом году», цитирует и точка о главы миссии Егора Башко пресс-служба. Согласно сообщению миссии Украины в НАТО, главный акцент сотрудничества в рамках данной программы будет сделан на мероприятиях по усилению совместимости Вооруженных сил Украины и Альянса. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фок Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в Альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. Главы миссии Егора Башко пресс-служба Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова